12 декабря не только день Конституции. С 2013 по поручению президента это еще и всероссийский день приема граждан. С 12 часов дня до 8 вечера каждый гражданин может встретиться с любым чиновником и напрямую задать интересующие вопросы. Глава города в этот день нарасхват. Со своими проблемами, просьбами и предложениями ивановцы обращаются к нему, как к высшей инстанции. Четвертый подъезд вообще затапливает. Из подъезда выйти совершенно невозможно. Бывает вода так, что мы выходим в резиновых сапогах от того, чтобы выйти с подъезда. Ситуация была такая, что зимой вечером оттепель была, а подморозило и мужчина, который выходил на работу, он даже выйти не смог, потому что заморозился, пришлось выходить с подъездной окошечка. А если бы, например, я, я погибла. ЖКХ, благоустройство и дороги, как и в прошлом году, самые злободневные темы. Каждое обращение фиксируют, по каждому будут работать. Программа есть у нас, ремонт дворовых территорий. Давайте, Сергей Николаевич, на 2019 год включим в план работу на придомовой территории этого дома по улице Шубинах. Ну, мы, конечно, 29Б. Естественно, мы, конечно, выйдем, посмотрим. И потом уже в программу будет включен этот ремонт придомовой территории. Если вопрос узкоспециализирован, глава города адресует его начальнику профильного комитета. Так было с просьбой ректора института третий возраст. Пенсионеров, желающих посещать занятия так много, что всем не хватает места. Нужен зал побольше. Глава города поблагодарил общественников за продвижение идей активного долголетия и поручил председателю комитета по культуре подыскать подходящую площадку. Сергей Иванович, а что у нас с ЦКИО? Почему мы там не можем проводить? Там проблема в чем? В том, что ведь у нас же очень много коллективов художественных занимается. Расписано все. Нет, расписано все. Давайте просто найдем. Значит, не каждую неделю это будет, а раз в месяц. Два раза в месяц. Мы не можем тоже ущерб не наносить своими действиями. Мы не против. Как есть, пусть пока будет, пока есть. Не против. Мы проработаем этот вопрос, насколько возможно. То есть, не насколько возможно, да, а так, чтобы это определенная периодичность была и, соответственно, зал предоставлять. То есть, надо не проработать, надо результат. Сложный обстановок, мы это все понимаем. Но я рада, что он нас высушил хорошо. При возможности мы будем дружить теперь поближе. Он там в гости придет. Посетительницы не оставили мэра без подарка. Продекламировали стихотворение собственного сочинения. Получай строители новые здания. И квартиры для новых жильцов получи. Вдохновят завершить трудовые задания. Быть еще полноценнее нас научи. Больше стали мы с нашей ласточкой к любимой столице России не моей. И на сердце становится радостней. Ты, Россия, мне стала родней. Пусть и в новом году мы потрудимся здорово. Заявляем, для нас невозможного нет. Молодей же и впредь. Улыбайся, Иванова. Пусть будет счастливым и ярким рассветом. Это мое стихотворение. Я его вам. Спасибо. В комитете по транспорту атмосфера более прозаичная. Денис Воронин на встречу с председателем комитета Николаем Мановским приехал из Москвы с целым перечнем вопросов интересующих ивановцев. Многие граждане ваши обращаются в наш комитет, пишут жалобы по поводу общественного транспорта, по поводу аварий постоянных у вас, по поводу того, что как он ходит, как он плохо работает, грязные маршруты, автобусы сами. О проблемах, дошедших даже до столицы, в комитете, разумеется, знают и решают по мере сил. Но не скоро. Лишь потому, что действовать приходится строго следуя букве закона. Перевозчики лукавят. Они меняют один к одному, но в рамках малого класса, но категорию М2 на категорию М3. Соответственно, экономическая составляющая поездки, она тоже меняется. И поведение участников на рынке, и приводит к наступлению таких общественно опасных последствий. В виде телесных повреждений, в виде ДТП. Мы вот сейчас эту задачу в том числе решаем. Ну, я понял. А вот смотрите, вот вы говорите, да, малый класс, средний класс, да, то есть он перевозил столько, то сейчас он будет перевозить 60 человек, да. А вы с утра вообще, вот, как бы, выходите в город на остановке, вы смотрите, что творится. Ну, естественно, то есть. Автобусы просто на остановке куча народу. Вот с утра именно в час пик, да, с утра и вечером куча народу. Автобусы вот даже ваши, да, вот, божьи, они забиты до такой степени, что там не то что с комфортом ехать, там в принципе ехать невозможно, понимаете. И водителю пофигу, он открывает, его никто, то есть не останавливает, ему никто ничего не говорит. Этот день – возможность не только для граждан высказать наболевшее, но и для чиновников узнать о ситуации за пределами кабинетов. День приема граждан одним днем, как правило, не ограничивается. Работать с сотнями озвученных на десятках приемов вопросов сотрудникам городской администрации предстоит не один месяц. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.